книга открытым оком тема старообрядцы том 10 вопрос 2396 как вы реагируете на уход уже нескольких членов вашей общины старообрядческую церковь отвечает игнатий тихонович лапкин они уходят туда только потому что мы им всегда говорим что в их церкви есть таинство и они действительные и возможно теоретически спасения если бы мы говорили им как они о нас тогда бы к ним никто и не перешел а если бы они говорили о нас как мы о них всю правду то от них вовсе к нам перешли бы давно то от них все простите то от них все к нам перешли бы давно еще раз предложение а если бы они то есть старообрядцы говорили о нас как мы о них всю правду то от них все перешли бы то от них все к нам перешли бы давно туда уходят те кому с самого начала мы прогнозировали их уход к ним это люди страшно пассивные кому лишь бы отдремать раз в неделю службу и закатиться к жене под бок или самости пролежать неделю у нас такая свобода до такой свободы и понятности богослужения старообрядцам не дойти и за две тысячи лет еще кто к ним уходит с образованием диссертациями своими они залегают на дно и листово пруда на дно болото на метр глубже природных староверов у нас же они чувствовали себя очень неуютно потому что их толкали будили звали на проповедь на уроки по изучению библии они со своими аленками и нюрами пыхтели бухтели и ворчали по закоулками и так год за годом и вдруг их осенило и ослепило что это их парализованность вовсе и не недостаток а самое что ни на есть высочайшее нравственное духовное качество перед богом и перед людьми они уразумели что с этими качествами они в том обществе будут самыми почитаемыми нужными соратниками и компаньонами по лишь бищу и так удачно вписались в эту литургическую древность жаль их я то сказал почитаемыми но зачем тут и меня исправляя не текст текста они не будут видеть слушатели текст то правится все доволен жаль их но у каждого свой буй путь бог и в помощь кто любил библию кто любил смирение евангельское не игра боя а естественное на христиан те будут и там трудиться но им не дадут и оскопят их в первые же дни из ушедших ранее мы пока ни одного не знаем чтобы он стал выше ревностнее просвещение более любящим дело проповеди евангелие атеана 6 глава 68 стих симон петр отвечал ему господи кому нам идти ты имеешь глаголы вечной жизни 2 тимофею 37 всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины оригинал на что держать равнение с чего пример что станет эталоном кому не верится кто точно не изменит не даст и сам опасного наклона меняются и мнение вождей то ситуация то кризис по стране вопросы отсылать не в ветхий мавзолей ответы получать чтоб не было верней нет слов достаточно весь выразить восторг с каким смотрю на все и рассуждаю зайду в роддом со скорбью или в морг мне тема то родная не чужая все почему да потому что бог дал веру слову слову своему писанию в нем тысячи тропинок и дорог по всем прошел с открытыми глазами бессмертная безгрешно неизменная с печатью подписью угрозою суровой не разбавлять чтоб человечиим мнением ведь автор библии сам чудный иегова читая выступление иерарха и паркеральные мурзилки с желтыми листами преснятина под человечиим страхом где истина лишь пятнами местами вожди слепые клобуки ночные под купик под куколем хитрющие мыслишки вернитесь к богу с бытия начните гора хороших книг окажется вдруг лишний во свете библии все ваши рассуждения скукожатся растают без следа кто пережил духовное рождение другим спотопился то слово передать светильник зеркало и стаж от заблуждений есть вера без сомнения каждой букве бог исторгает чуждые растения и упадет ушастый куколь с куклы 23 августа 2004 год игнатий лапкин